в жопу интро приступим итак если вы снова у микрофона слушайте старый наркоманский голос то значит вы на канале у никиты так что у нас там было в прошлой части мы решили расследовать дело то что пойдемте и перед началом ролика я хочу рассказать анекдот короче на собрании в медицинском колледже на лекции шла лекция о влагалище рассказывали что там содержится лактоза бифидобактерии и голос задней парте хуя прям не пиздаю чё-то йогурт так ладно мы продолжаем проходить я открыл калитку и вышел в поле так мы проходим тени банек зайчики вроде бы осторожно чтобы мама не увидела меня из окна когда я преодолел половину пути до леса сугробы доходили до колен вспомнились ночные страхи примерно здесь я видел здесь силуэты силуэты наркоманов которые писали под окном хрена ли надо было еще воронок аркает ну да ладно опустим подробности продолжим так музыка заиграла в подсознании гипнотизирующая и влекущая при свете дня те далекие фигуры казались просто сном солнце испепелило кошмара но осталось послевкусие отдаленный звон в ушах изломленные тени ползущие передо мной по снегу и чуть слышный шепоток в голове не ясный почти ласковый а это шизо кстати знали о чем могут спорить ваш шизофреника о том кто этих настоящий так тихо будто в мире не осталось больше ничего не земли не небо не родителей не оль будто время закончилась уперлась в тупик сейчас стокол из осен господи мой русский тишина порой бывает страшнее криков родители кричат друг на друга и мы же солей каменели прислушивались перепалкам но потом наступила оглушающая тишина квартира онемела до несколько дней до нашего переезда и уже вспоминалось трудом точно это было в прошлой жизни что когда-то мама с папой шутили смеялись проводили много времени вместе а когда целовались при оле она всегда морщилась и забавно фыркала в один день все изменилось нечто важное ушло из нашего дома что-то страшное заполнила образовавшуюсь пустоту словно вспыхнул пожар и родители среди ночи в опухах собирали вещи спасая себя и нас от кого не от тех людей что иногда появлялись нашим прежним доме людей с ледяными как у мертвецов глазами будто они все видели лишь клубки червей на черной земле а где-то далеко предупреждаю надвигающей опасности надрывалась сирень кстати кто-то взял чайку вам советую это взять на волк это очень интересное и печеньки возьмите я вздрогнул прогоняя не вождение и осмотрелся только я это белое поле и ветер что гонял по снегу ледяную ледяную пыль и хвосты пороша щурясь от солнца я смотрел в лес где царил мрак на фоне ослепительной белизны он был необычайно теман узловатые корневища узловатые корневища змеились под снегом белая листва и хвойные иглы вмерзли в лед сухие колючие ветки переплелись навеивая неуютные мысли о решетках защищают ли нас они лес или наоборот удерживают нечто внутри на одной из острых веток что-то висело увязав в сугробах я про брался ближе увязая в сугробах в сугробах я пробрался ближе почти к самой границе леса и увидел вязаную варежку точно раненая птица среди изгладавшихся потемок может отнести ее милиционерам а может просто кто-то срать пошел и варежку здесь повешал ты об этом не думал их старший хоть и выглядит угрюмо напоминает мне капитана казанова из моего любимого сериала улицы разбитых фонарей не раз он не смотрел но слышал о нем часто кстати российский детективный телевизионный сериал в котором рассказывается о буднях сотрудников милиции на данный момент является самым продолжителем сериалом в истории российского телевидения а разве ты не сваты или не воронина такой же полной тревоги с усталым взглядом но при этом храбрым и сильным поможет ли ему варежка найти пропавшего мальчика вова послышать легкие крики крики кажется у реки у речки воде сестричка вова словно сами деревья звали кого-то вова это тот самый пропавший мальчик стать в дому серьезно подхватили уже ближе там за деревьями кто-то стоял но я говорю может срать пошел варежку оставил хранился вова я понимал скорее всего кто-то ищет пропавшего мальчика но все же было что-то странное в той фигуре в ее неподвижности в том как она неестественно клонилась к земле ведь черноте там никого нет лишь ветки и корни просто мое воображение где-то громко захлопотали крылья птиц через тень была а тихо увидел клана пошла вот дерево отделилась тень и скрылась из виду я на секунду отвлекся а когда вновь посмотрел на то же место фигуру уже не было померещилось долго очень долго стояла тишина варежка никого нет а следы следы чьи мускулы мои были напружинены сердце грохотало в горле любой шум маленький намет на движение шепоток и сейчас чтобы и я прошу избежать но ничего не происходило я вновь посмотрел на варежку а это чья рука а это ветка а я думал то рука давайте возьмем при на ли тут палец а я принял решение снять в одинокую варежку с ветки об она а это кто а ты кто вова попала как прокатился по полю и рассеялся вдали без эхо без надежды на отклик хватаем варежку и валим папана шагнув по сети души все деревьями пытался снять свою находку она не поддавалась я потянул сильнее ветка хрустнула варежка с чавкающим звуком оторвалась и . я осталась у меня в руках слишком тяжелая мокрая и я невольно жал ее и на снег тонкой струйкой полилась что-то темное над сугробом заклубился пар я замерз отвращением разглядывая ладони красные трески веток вторгся в наступившую тишину рукожоп ветками руки поцарапал так не раздумая бросился прочь бежим кто-то мчался из темноты ломая осинки стремительно сокращая расстояние ноги ввязли в стену в голове метались безумные мысли сейчас схватят сапают удачи в чащу навсегда но был другой голос наверное голос разума он придавал силу ускоряя бег ты сможешь не останавливайся позади меня раздались звериный рык такой громкий что уши заложило казалось речи не одна голодная тварь а целая стая так тянет неземный морозный воздух и чует мост мои страхи сверху захлопали два гигантских крыла огромная тень пронеслась над поляной что-то за ту захухала захрипела теперь уже рычала со всех сторон и сухой мали малинки из-за переучения гели и запас берула быстрее беги и не оглядывайся словно в дурные сновидения снежная поляна стала вязкой как зубчатый песок нету топтался на одном месте вырывался ноги из рыхлой ловушки чтобы попасть следующие еще более глубокие так я продолжал тонуть погружаясь глубже скажем отчаянным рывком разве снег умеет так держать ну естественно умеет держать ты ударом только ногу глубже засовываешь я разворепился от ужаса сообразить что это не снег а что это кто кто-то в сугробе схватывал меня за штанину собрав все силы в кулак я ринулся вперед давление исчезло и ботинки выскользнули из ямы подошвы оттолкнулись от твердой поверхности одним прыжком я достиг расчищенной тропинки и оттуда помчался к дому его угрюмный фасад уже не не казался враждебным дом был моей защиты от хлопающих крыльями теней от ползущей по снегам существ я споткнулся в порог грезался в дверь в попыхах различил на ней царапина словно пёс пил лапами под дерево требуя чтобы его впустили погреться уходя на прогулку я не заметил этих глубоких рутин стук сердца в ушах заглушил прочие звуки я не слышал идет ли кто за мной что если она они уже во дворе а мама заперла дверь захлебывая страхом я дернул ручку да покорно поддалась ху сладия яйца я валился в коридор тут же захлопнул дверь доски крыльца тихонько запищали то преследователи подтянулись по ступенькам у меня соскальзывали пальцы никак не получилось защелкнуть замок стиснув зубы я дернул железный набалдарщик загоняя запор в проем планки я таращился на дверь за преградой такой же и жалкой бесполезной бесполезнее одеяло кто-то стоял хриплое дыхание проникала в дом и накатывала волнами отчетливо пахло ей и потом мама выглянула из кухни и бесстрастным голосом каким часто говорилось отцом отчеканила все я я случайно я покосился на дверь запах исчез вместе с ним и дыхание если там и вправду кто-то дышал здесь в пяти метрах от мамы страху понемногу страх понемногу ослабевал таял как снежок в тепле а вместе с ним и остатки сил ноги подогнулись я оперся в стену чтобы не плюхнулся на пол вдруг мамину лицо изменилось ледяная маска строгости и отстраненности мигом исчезла мама стала такой же как было до всех этих ссор она наконец-то увидела мое состояние мои облепленные гроздьями снегом мокрые штаны где бы я тебе что говорила чтобы ты дома сидел опасать вышел я и для тебя пустое место нет я испугался что она расплачивается потянулся к ней как в детстве когда просился на руки но мама успокоилась и вновь стала прежней глаза и без плеснули сталью голос зазвенел а сигареты пропали ты чё за меня бочку катишь все совсем что ли признавайся ты их стащил курить бегаешь да спортсмен спортом занимаюсь там там за мной кто-то гнался я думал меня пытаешься объяснить я начал заикаться слезы пустились горло мама слонилась и обнюхала меня по-звериному выискивая запах табака потом хмуро прищурили прищурилась и с недоверием посмотрела во двор и тут же изменила изменившись лице прикрыла рот рот ладошкой прямо у забора кто сердце лихорадно забилось будто я снова был добычей и законщики преследовали меня в поле я готов был покляться снаружи кто-то заскребся в дверь точь-в-точь как в моем кошмаре мама поманила пальцем и я как бы набравшись смелости выглянул в кухонное окно в лицо своему страху сквозь зимние узоры на стекле были едва различимые косматые силуэты бархатавшиеся снегу собаки всего-то мелкая сувора дворяк без имени и хозяина лишь издалека напоминающий голодных страшил живущих у кромки леса ложечки ты их испугался да они сами тебя перепугаются антон нихрена там ты вела собака меня сожрать могут они гнались за мной словно за зайцем может и сайт без яиц блин зайцы страшное дело и знаете то просто не возьмешь и сарапают нахрен загрузут пипец а вдруг они бешеные вова мать я о том же улыбка медленно исчезла с маминого лица и теперь мама смотрела по-другому словно впервые видела этих собак они нападут на волю она меня значит похрен ты шо так нельзя мама они живые а что ты уж определись они тебе друзья или враги не маленький ведь уже мама хмыкнула а мне сделать него невыносимо обидно то так что прикусил губу и уставился в затянутый получим тянетами угол мда сыщик из меня никудышный и рисковал я жить и перед чудовищами монстрами а своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворняк так они могут насмерть загрызть как и ради чего сдалась мне это варежка ну конечно в руке чашла темная липкая рукавица пропавшего мальчика с которым как казалось я расставал я оставался все это время вот мой козырь настоящего детектива я поспешно предъявил улику маме мам смотри это вовина варежка ну того про которого утром милиция спрашивала вон там могу показать давай в милицию скорее позвоним как нас участковый просил а может кровь твоему что рукой с веткой руку поцарапал на скривущем маме лице появилась тень недоверия словно воспоминания о чем-то давно забытым так люди пытаются вспомнить сон но образы ускользают а ну-ка еще и ты со своими шуточками все в смысле теперь я видел что мокрой варежки а мокрая варежка была от снега никакой крови вот сюда хотел сквозь землю провалиться иди сюда паникер меньше кашиша надо было курить за гаражами да не стой столбом вот таблетку на быстро пей за таблетки на мою ладонь упала золотистая пилюля напоминающая мертвую осу я уже пил сегодня за завтрак поприрекайся мне еще сказала дома сидеть нет же был бы отец выпорол сейчас же выпей а то ночью не уснешь тебе ведь в школу завтра пришлось проглотить горькое лекарство запись его менее противной водой с привкусом в хлорке может это было и него виноварежка может и не рукавичка вовсе как и чудовище из леса и олина сова я схожу с ума что со мной происходит то ли таблетки здесь подействовали моментально то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх пришло спокойствие животное безразличие антон выпил можешь и захочешь раздевайся уснул что ли нет мам просто задумался интересно о чем же чья это вашка глупости всякие мама смирила меня подозрительным взглядом словно сомневалась что перед ней родной сын а не какой-то притворщик явившийся из леса нормально ебать базарю такое лицо было когда милиционер про окно спросил на наркоманов там это видел а вот ни хрена не нормально что глубоко вдыхаешь выдохни от уловишь москоп и вот кино закапал хорошо дом будто изменился потускнела диванная обивка на кофеля ванной опечатали следы чьих-то пальцев лампочки светили иначе тускло и тяжело даже привкус слюны во рту казался другим со второго этажа послышалась мелодия ладина она пересматривала свои любимые сериалы русалочка и переключилась на другую на другие кассеты я неспешно разделся задержался перед умыванием разглядывая в зеркале свое отражение словно изучая ребус найти отличие потом поднялся под лестнице умолтки голоса джафара и яга я прошел мимо олиной спальни и юркнул свою комнату так давайте посмотрим моя фигурка трицераптора я знаю почти все разновидности динозавров вельцерапторы афруинаторы гипсилфодный блин я 18 своих не знаю так помню когда мы еще жили в городе пошли в кино с родителями на парк юрского периода и я сфотографировался фойни возле механического тирекса он вертел головой и так углушительно рычал как же было здорово а рядом игрушка трансформера роботек обожаю этот мультик когда заставки разгоняются истребители пищит бластеры можно быть уверенным что ближайшие 20 минут пойдет просто потрясающая космическая фабрика синтреть захвачена рик приготовься к бою так я мечтаю стать художником с терпор как папа купил не первый комикс журнал муха самый крутой я особенно люблю большой космический выпуск с инопланетянами монстрами и смешную серию пара жан-драма с тех пор я рисую все подряд и вроде бы получается неплохо когда-то в мухе опубликовали мое письмо может и мой комикс однажды там напечатают татьяна виск учетим еще днем лес не кажется таким мрачным перекрученные ведь ветви деревьев вдали и заснеженное поле между домом и лесом нагоняло зевоту но их да но иногда я ловил себя на том что забыл про уроки смотрю в окно на обледенелые короны один из ящиков стала пустоват то я спрятал ватюшку вместе с номером телефона участкового а то нормально такое простое действие оттянуло меня у меня последние силы я сел на кровать и только тут увидел а тут восторг и кто-то стоял но мы же шторку смотрели моя рука обессиленно упала лекарство тому виной и пережитый стресс но комната колебалась словно ветер надувал стены как парусники углы пыли и изгибались только силуэт между подоконником и картиной оставался недвижимым так ткань облепила притаившего гостя точно сам саван блять кто такой саван подумал я оля толя кому же еще там стоять я встал с кровати облезал пересохшие губы очень смешно звучит от начала порно ладно силуэт не шевелился штора мягко обтекала контуры так будто не человек уплотненные ма мрака я потянулся к шторе тук 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 стучало отреагировано и таблетками сердце ветер в поле пел что голосом хором на секунду захотелось вернуться на кровать лечь и просто смотреть на человека за шторкой знаю что он смотрит в ответ смотри не моргая и ждет когда ты снишь просматриваю кольца за шуршали о карниз когда я при рывком одернул штору блин красивая так я вот это вот возьму делаю скриншот а так вроде сделался скриншот так все как вернуть да я сразу понял что это ты да 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 поэтому так очковал сильно балабов на фоне предзакатного солнца над оленой головой вспыхнула ослепительный нимб где и только крылья вижу или чё это где ним нас наебали расходимся словно моя сестра светилась когда оля была совсем крошкой папа частенько говорю что она светится от радости я возвращал она же не фонарик чтобы светиться но однажды поднес ее к окну и солнечные лучи попали на улыбающаясь личико казалось я держу на руках ребенка сотканного и света меньше видишь крепче спишь забудь что ты видела да ну да ну что ты спрятал тебе какое дело вылетая маленькая мама еще до того как она нацепила эту маску тоскаливая усталости и перешла на приказать то просто презервативу прячу знаешь там девчонки там суры-муры оля подбежала к столу округлим глаза что-то украла теперь прячешь то-то-то не поверишь в смысле да я ворую бабские сердца что глупые не наркоман ничего я не крал всплыл четкий образ варежка висящая на суку а вдруг я ее украл у леса у склонившего силуэта за деревьями ну блин тут осрал может повешал и от ее спизил действительно оля когда хотела могла быть капризной и напористой а вот хрен тебе поклянись что никому не скажешь тогда покажу ладно уля заговор заговорщики заговорщики улыбнулась таким клятся нельзя клятва услышанная ею в старом фильмы про пионеров что мы посмотрели однажды не говорит так вот именно нельзя так говорить ребята оля гивнула и жестом же заперла рот на невидимый ключ любопытство переполняла ее плескалась в огромных глазах я выдвинул ящик и оля наклонилась за три в дыхании казалось там лежал не просто рукавица какой-то чековидный зверек нет блин мой привернуть она сказала это в такие с такой интонации будто сама не могла понять что это такое потерял и сам потерялся теперь понимаешь как опасно гулять в лесу особенно детям константин владимирович кстати зовут полицейского старший лейтенант наверное летом как снег растает обязательно обязательно всем фотографии его показывает оля с опаской пришла по комнате и впечатала в оконное стекло ладошки а почему по домам ходит они по лесу вопрос застал меня врасплох санеры ничего не боятся да ладно а если их на взятки поймать и леса не прочесали так как же маленькую в замутнем замутненном сознании проверяли ли они в самых подтвердных уголках детьма холод и шепот обледенелых ветвей допустим да но почему-то то не нашли варежку или она появилась позже для меня я сменил тему словно пытался отвести олю подальше отчасти сам найду пропавшего мальчика нам может награду дадут кучу всякого как в поле чудес о поле чудес его все знают поле словно не слышала меня она тихо спросила и буровила лес взгляда внимательно каких-то удивительных футу слух глаз ерунда не может сова поднять человека ну вот что я тщательно подпирал слова вытаскивали их силку из переутомленного мозга ты че уже спать не хочешь мне кажется он какой-то мутный как бы сказать проклятый что ли как в сказке как в сказке нет скорее как на той страшной кассете что родители прячут опа начал зарываться кассета все ведем искать кассету я видела как ты убегал спортсмен и спортом занимаюсь и сбегаю не спортом занимаюсь бегаю нет просто чтобы мама не волновалась спешил домой ну и так и смотрела сестру и сердце обливалась кровью до чего же она хрупкая как легко погасить этот свет подует вечер и затушит вам лампадку хорошо тебе и правильно делает как принцесса в башне сижу никуда не могу выйти выйдешь еще тут от скуки не придумывай от скуки еще никто не умирал у тебя же есть я и мультики а мама с папой скоро помирится дело говорит чтобы я загадала на следующий день рождения что чтобы родители тоже в детей превратились и мы бы все вместе играли как раньше прикольно ага а если бы они стали размером жука то мы бы их в спичечный коробок посадили поле хихику потянуло меня за руку пошли усталость была сильнее желание побыть сестрой не одолела какая-то гнусная апатия что-то не хочется ну пойдем мне скучно одно и мама занята все можно выбрать другой мультик который ты еще не видел да я все наши кассеты наизусть а вот и не все давай попозже рассказать тебе чем все закончилось на расскажешь утром не захочу придумала а давай в прятки не 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 доль тогда нарисуй мне динозавра оля блин нарисуй нарисуй доставь ты меня в покое слова сами сорвались с губ я даже опешил прежде так не 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 прикрикивал на сестру ошеломленная оля уставилась на меня губы задрожали предвещая неминуемые слезы годливость и стыд заколоталась в груди что со мной происходит я заспешил опередить один пласть уболтала на смотреть мультики только не дуга буду и я подошел к ней положу ладонной махи волосы идем петербург посмотрим я улыбнулся поднял ее подбородок глазки были мокрыми бездонную сну обещаю ноги точно а потом я тебе целого три цератопса нарисую да да именно так ну почти она протерла рукавами глаза и засияла улыбкой такая ностальгия блин неси только аккуратнее а то разольешь опять ругаться будут спорим не разолью кассета где-то в тумбочке поищи пока оля исчезла дверях я поплелся в соседнюю комнату так есть натуру все смотреть бесчетный блины игрушки самое главное среди них старый плюшевый медведь моли без него не засыпает а когда спит зарывается носиком в югом мех кота надо купить копилка то самое жуткое окно за которым каждую ночь вали видит проклятую сову караулившую в темноте днем оля держит шторы сдвинутыми но в сумерках плотно зашторивает только чтобы не видеть гельтящие снаружи жадных глаз свинья копилка оля собирая деньги на настоящего щенка так как папа говорит что ли при содержать его будет дорого так что там у нас больше ничего нельзя смотреть на давайте включим телек старый телевизор фотон пылился в углу оставалось . щелкнуть кнопкой на передней панели ай кино скоп нагрелся на черном экране привычно заплясался белый шум я была потянулся включить видеомагнитофон как вдруг а ржи блин аж глазам больно улеглась и на мгновение вынурнула из размытая картинка это был мрачный тяжелый лес точность и такой же как у меня за окнами искажение разделяла экран прямо посередине из динамиков случилось нечто зловещее едва похоже на человеческую речь не прошло несколько секунд как 5 раз снова заменился неужели ловит новый сигнал на местном телевидении показывают только советские мультфильмы да и те очень редко а раньше всегда смотрел роботек перед школой вот же было здорово может пошевелить антенну вдруг поймает тот самый канал но с другой стороны у оля попросила найти кассету нехорошо будет опять ее расстраивать и это сонливость сил нет делать все скопом давайте настроим наконец и запрещение стало четче очок смысле кладбище не успел я обрадоваться что поймал новый сигнал как вдруг телевизор громко сака шляп и сквозь как как у фоне с нее звуков про про это все голос часто кого тогда на экране вырисовывались заснеженные холмики поверх которых плелись кривые кресты а мужской голос заунывно и не тет не торопливо ввел свой рассказ а дальше в то мрачное время маленькая сеня встретила свою судьбу в лице чудовищного обитателя дикой чащупы и кого жены называют его не иначе как хозяин леса и кто это я замерз стараясь не шевелиться словно своим движением мог спугнуть диктора внимательно вслушался в каждое слово разобрался с беспомощной девочкой по хозяйски фул камера медленно поплыла по запятанному чем-то черному снегу высматривая разбросанные всюду лохмотья одежды мне не хотелось думать были ли в них завернутые останки зенечки и я непроизвольно зажмурился голос не переставал здесь редкие гости а вот что поведала ой баба товара вообще все знают из местных склепов и звучит на жизнь и алкоголем лицо старый бездомный затребезженный во весь экран старуха забрызли на суеверной прямоугольный микрофон опана за и как хуйни мутый она говорит нам тут хочу и надо было что дьявол в таких морозах забыл ну да почему-то как только кухой съехала не скорее наоборот вот и забудь меня чертовой невестой что правда то правда опустившимися до звериного образа жизни хищник брезгует предпочитает детскую невинную кровь теперь все чаще хозяина леса видят в поселениях на периферии нашей родины раздираемые сомнением вымысел это или правда я почему-то захотел записать останки репортажа быстро схватил лежавшую на телевизоре кассету и даже не посмотрел что они написаны и сунул ее видят включил запись накрутил звук и стал внимательно следить за скользающим сигналом а почему если слышите вдалеке то скорее всего знает где вы живете о чем вы может слышать близко по моему если волк его это по-любому вы будут вдалеке какая-то тупость если порог дома истоптан звериными следами а за окном караулят птицы прячьтесь он уже идет за вами ну птицы всех караулят если однажды ночью проснувшись вы увидите глаза в окне то скоро 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 телевизор закольцевал последний слова диктора он повторял опять и опять и опять пишите в уши твою мать я обосрался по спине бежали мурашки кассета закончилась и теперь перематывается к началу шорох пленки напоминает шелест листвы на ветру и тихо не тихо рычание звери я вышел из ступора ткнул пальцем на кнопку магнитофон включил кассету нами починишься так это лишь свет люстры заставлял черный пластик переливаться и тут я заметила плошку питер пен елки я же на питер пена записал поторопился мало того что испортил олен мультфильм таких и такую жуть записал нельзя чтобы сестра это увидела слез будет океан и я украдкой посмотрел на дверь в коридоре затребезжали стакана скрипнул половица оля материзовалась верну приеме нет в руках сестры был поднос неровной нарезанным хлебом целый банк и сгущенки нет я пока кассету еще а ты точно хочешь питера пена смотреть хочу хочу включай скорее а то мама скоро сядет свой бразильский сериал смотреть бразильский ну же думай горе священни как-то питер пенс совсем не понравился может лучше русалочку русалочку я уже насмотрелась а ты обещал вот а чего же упрямая думал давай сначала пару серий черепашек ниндзя согласно улья наш ступила брови на похоже сдавать она остановила поднос и демонстративно скрестила руки на груди так сильно бросишь откроешь сгущенку порезаться боюсь так она открытая она открытая лоб не на ее вы меня стоило подняться как перед глазами запрыгала разноцветные точки а онемевший ноги заколола иголочками так и только добравшись до дивана я сообразил что банка была уже открыта оля схитрила белья обвела мне вокруг пальца под ложь . из-за сосала я намеревался рвануть телевизор но сестра опередила схватила пульт она по бедностью рассмеялась хирата себя в звании повысила однако не успел я рта раскрыть как видик послушно съел злосчастную кассету сейчас она включит а там черный крест на безымянных могилах и опустошенные склепа кровавые ошметки на снегу есть безумная невеста лесной тварь а лучше сказать правду оля стой я тебе конец кассеты нечаянно стер отдаю мне и возьми любые две мои ты чего не мог бы стереть мы с папой всем кассетам зубики пластмассовые выломали отверткой а теперь ни на один мой мультфильм ничего записать нельзя сестра лавка нажала треугольную кнопку play на пульте и я внутренне сжался услышав потусторонний голос диктор но на экране появился дуэль питера пена с капитаном кругом облегченно вздохнул голова опустилась на ладони тяжелая словно чугунный шар оля довольно улыбнулась отправила кассету мотаться на начало самое приятное принялась обильно поливать хлеб сгущенкой а когда начался мультфильм она забыла про все на свете словно и вправда переместилась сказочная не не был бы ядную о которой всегда мечтала что греха таить и часто представляла себя там стране где не взрослеют не ссорятся из-за пустяков не слушают ночами ругань за стеной и звон посуды но сейчас страна петра пена была особенно далеко от меня мысли тянулись натыкались на ругатую тень подсерегащающий среди деревьев а за могильный голос диктора преследовал низко скользящий над кустами и оврагами так крылатый хищник преследует жертву я будто задремал с открытыми глазами в реальности вернулся здесь резкий оклик сестры зачем зачем никто же на тебя не смотрит превозмогая усталость я слез с кровати и задернул штору как ничего не можем сделать это закрыть старался при этом не смотреть наружу на пике у сосен на тайгу которая сумерках словно приближалась к дому хотя конечно это лишь коря боющийся снег тени создавали впечатление что сосны двигаются пиздоболка ты вон мне как с гусенкой обманула да 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 конечно ты мне он с гусенкой наебала теперь всегда тебе буду верить и наяривает на тебя я порывисто взял олю за руку посмотрел в глаза словно пытаясь передать и каплю смелости и уверенности но если это качество во мне сама слышишь ты только родителям больше не рассказывай про саму у них и так хлопот по горло они только рассердятся ты мне говори если что случится и в окно не смотри она хочет чтобы я смотрела как ты не смотри перехочет вот именно творись что ее нет и не было никогда что она выдумка как родители говорят и ждать надоест она улетит так так мы следили за приключениями питера пена будто не было ничего не леса который похищает детей не родители которые предали друг другу по кусочку поедали капитан крюк улепетывает крокодила капитан пен направлялся в лондон зуб на золотом паруснике чудом не пересидел сестру или на веке слепились она засыпела опустив подбородок на изголовленной кровати так хор пел финальную песенку в диснеевской мире сиял серебристая луна опять этот заяц без яиц из под этой нарисованной луны внезапно выглянула другая в смысле страшная и мертвая висящая над таежным бором жуткий репортаж записался аккурат на титры мультфильма форту у меня пересохла вкус участился я быстро посмотрел на олю она причемотила губами во сне так я стиснул пульт готовый в любой момент нажать кнопку стоп промотал записи оценил сохраненный репортаж а затем бережно вытащил кассету защитные зубцы оказались на месте я встал осторожно и покинул детскую комнату так теперь у нас здесь и кассета не знаю произведение это или проклятие на кассету я успел спрятать рядом с варежкой как раз перед тем как заглянулась в комнату мама довольна баловства спать духе пиздет первый день в школе вот именно ложись тебе надо выспиться не хочешь же ты чтобы тебя все дразнили соней лучше что не чем очкарик как жил взрослых все просто словно мой крепкий сон будет залогом того что понравились одноклассникам во время сна вырабатывается мелатонин мелатонин помогает соним мышц тесто кожи подтянуты так что то есть того будешь чаще выспаться то будешь лучше выглядеть так натянув одеяло под горло я слушал как бормочет дом как в темных углах шуршит кто-то невидимый внутренний голос задался вопросом хочу ли я снова услышать ту странную флейту на или нет возможно я взрослею и не могу до конца понять себя и свои желания лес стенал за преградной стеной что-то бесплодное бродило по полям шевелились ветви будто звали и ветер ввыл и ввыл в ночи мысли как назойливые мухи что-то лезли в голову становились вялыми и путанными я сам не заметил как провалился в сон и все-таки он настал первый учебный день которого я боялся больше всего эпизод 2 время поиграть мальчик с кошечкой пропал пропал ребенок да написано все окей второй эпизод так что у нас там по времени по времени записи так богу 50 минут 55 минут уже запись идет ладно всем спасибо за просмотр и пожалуй продолжим в следующем выпуске увидите продолжение только у меня самое лучшее продолжение помните об этом ребята спасибо ждите следующий выпуск here we go Субтитры сделал DimaTorzok